19-летний Денис Тумель учится на автослесаре, любит все, связанное с техникой и автомобилями. Но пока занятия в колледже придется отложить. Денис отправляется служить. Автомобильную теорию призывник Тумель в ближайший год закрепит на армейской практике. Нет, не страшно, как бы мужчина есть мужчина. Служить еду в город Минск, часть 35703, это 361-я база охраны и обслуживания. Я надеюсь, что буду водителем. Надеюсь на это. То, что близко по душе. Вместе с Денисом в первый день отправки в войска с территории областного сборного пункта в Гродно к месту службы на ближайший год или полтора отправляется еще 188 юношей. Всего за эти две недели из призывников солдатами станут почти 1800 парней. Те, кто имеет высшее образование, вернутся на гражданку уже через год. Остальные через полтора года. Отдельная категория призывников – это резервисты. Для направления на службу в резерве отобрано порядка 25 человек. В основном это юноши, которые прошли курс подготовки младших командиров в высших учебных заведениях и будут направляться в воинские части для подготовки по воинским специальностям уже узконаправленно. В Гродненской области также подано 4 заявления для прохождения альтернативной службы, которые сейчас находятся на рассмотрении. Уже завтра привычное «да» они заменят в своей речи на четкое «так точно». Начнут осваивать строевой шаг и основы армейской службы. А пока есть еще немного времени попрощаться с родными, которые пришли проводить своих героев. Отцы с чувством вспоминают собственный армейский опыт, друзья подбадривают, девушки и невесты не могут сдержать слез и обещают ждать мамы в смешанных чувствах. «Сегодня здесь, во-первых, очень грустно, потому что я не буду видеть своего сына. Почти не буду видеть. Я надеюсь, мы будем видеть в гости. Он будет звонить, приезжать. Но это ж не то, маминых наставлений уже не будет. А радостно, радостно от того, что мой ребенок не откосил, говоря вот нашим языком, от армии. Он идет служить, он удостулся этой чести. И если раньше мы оберегали наших детей, родителей, то уже с завтрашнего дня они нас начнут защищать. Вот это немножко радует». Служить гродненцам предстоит в воинских частях Гродненской, Минской и Брестской областей, в частях сил специального назначения, внутренних войсках и органах пограничной службы. А вот Сергею Феофанову предстоит стать солдатом роты почетного караула. «Я думаю, что все будет хорошо. Ну, то есть положительные эмоции пока что, волнения нет никакого. Ну, думаю, что все будет хорошо. В Минск, род почетного караула. Ну, то есть надеюсь, что все будет хорошо. Здесь мои ожидания все-таки подождятся. Я думаю, что все получится. Я уверен, что сейчас в армии не так все плохо, как говорят, поэтому надеемся на лучшее». Они волнуются, хотя и стараются изо всех сил скрыть эти чувства и от родных, и даже от самих себя. Волнуются и их родные. Но все они точно знают, уже через год или полтора парни вернутся возмужавшими и более уверенными в себе. Осенний призыв 2018 года продлится до 30 ноября. Илана Табудила, Агаджан Батырджанов, Новости, Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова